Во время рейда инспекторы объясняют водителям мототранспорта правила поведения на дороге и напоминают о важности соблюдения скоростного режима. На участках без ограничительных знаков он стандартный для города 60 км в час. Водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км в час, чтобы пострадать, сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема получить черепно-мозговую травму. Поэтому мотоциклистам и водителям скутера необходимо особо внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений, и всегда иметь при себе права. Очень много ездить без категории, очень много. Надеяться на то, что уедут, ускользнут, объедут, развернутся, конечно, нужно. Но для того, чтобы ездить на таком транспорте, нужно нести еще больше ответственности. Потому что опасность на автомобиле, но, тем не менее, ты в коробочке сидишь, а когда ты ездишь здесь, и кто-то не показал поворотник, уехал, то вероятность того, что ты будешь не там, где нужно, а где-то там, она велика. Кроме того, инспекторы следят за уровнем шума мотоциклов на проезжей части. В Самаре его порог – 96 дБ. Для измерения используют специальный прибор – шумомер. За 6 месяцев 2023 года сотрудниками госавтоинспекции города Самары выявлено более 300 нарушений водителями мотоциклов. Наиболее, скажем так, подверженные нарушения такие считаются у нас как незарегистрированные в установленном порядке – это порядка 20 мотоциклов. Нарушение управления транспортом без мотошлема – 36 факторов. Ну и зачастую это, конечно, управление транспортом без страхового полиса ОСАГО. Основными причинами аварии с участием мототранспорта по-прежнему остаются несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение бокового интервала и правил униврирования. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.